Письмо Ваши работы действительно бесценны Поставили диагноз диабета Инсулинозависимого Лада диабет какой-то В 21 году Осенью Мне 29 лет Знаете, чтобы вот Инсулинозависимый Диабет был То есть это Не работает Поджелудочная железа Но должно что-то такое Произойти Такое Выходящее за рамки Ну ладно, читаем дальше Я решила успокоиться Правильно, взять время Подумать, так и надо Как быть? Раньше слышала Про такие заболевания Всегда возникал вопрос Почему люди не ищут выход? Не может же человек Самовосстанавливающая система Так просто Стать инвалидом То есть, видите Это уже такой Инсулинозависимый Диабет Человек становится Просто-напросто Инвалидом Как показывает практика Люди, те, которые искали Не все, конечно Но тем не менее Вот когда я вел Передачу Малахов Плюс Приходили люди Которые Рассказывали о том Что Что восстанавливались То есть Есть методы Есть Если Долго этим делом Всем заниматься Тогда Даже Это недолго То есть Люди нашли Эти методы Ну Ладно Почитаем Тот же Вышло на людей Которые Восстанавливают Здоровье Не используют Препараты По несколько лет Которые Придерживаясь Правильного Обраста Жизни Лет 15 Так же Живут Без Инсулина Ну вот Видите Вышло на людей Есть Люди И знаете Вот можно Так сказать Как правило Возникает Какое-то Потрясение У человека Как правило Это связано С эмоциями Которые Блокируют Нормальную Работу Поджелудочной Железы И она Перестает Там Вырабатывать Инсулина Более того Может И разрушаться Ну Всякое Там Короче Может быть Но тем не менее Тем не менее Можно Устранять Все эти Вещи И жить И вот Как показывает Видите Практика Лет 15 Живут Без Инсулина Это же Не я вам Рассказываю А Рассказывает Очевидец Который В данной Ситуации Находится Каждый День Просматривала Различную Информацию Взяла Ваши Книги Для Штудирования Они у нас К счастью Остались Дома Ну ладно Это мы дальше Про это поговорим Два месяца Были Напряженные То есть Когда человек Начинает Заниматься И Как себя Поведет Организм С января Сахар Наладила Ага Формулировку Так любимую Эндокринологами Медовый Месяц Ко мне В принципе Невозможно Применить Препарат Я ни разу Не Использовала Диагноз Официальная Медицина Подтвердила По многим Анализам Так Когда я спрашивал А вот дальше Когда я спрашивал У нескольких Специалистов Как мне Восстановить Организм Работу Кишечника И тому подобного Мне назначали Только Инсулин Инсулин Ну смотрите Действительно Вот Смотря По каким Причинам Вот Возникает Этот Инсулин Зависимый Диабет Что Что нарушено Вот не то что Одна Допустим Сбой Произошел Только В поджелудочной Железе А тут Видите Оказывается Не все Рассказывается Не все Раскрывается Это конечно Очень плохо Я бы тут Сразу Проанализировал Где Так сказать Собака Зарыта Официальная Собака Да Вот Значит Что может Действительно Организм Давать Сбой По работе Того Что Было Какое-то Эмоциональное Потрясение Которое Допустим Нарушило Работу Кишечника Ну Так я Примерно Рассуждаю От кишечника Пошло Значит Вот это Отравление По всему Организму Ну Допустим Запор Возник Вот Люди Думают Запор У них Возник Да И что Там Живем С этим Там Ну То Каждый день Ходили А то Допустим Ходим Раз в неделю Да Нормально Нормально Ничего Да Ничего А тем Временем Там идет Своя Скрытая Разрушительная Работа Вот И как раз Человек Спрашивает Ну а как же Это делать Мне назначали Только инсулин То есть Даже И не хотят Входить В ситуацию Данного Человека И Как-то С ним Сказать Что То Что Вот тебе Инсулин Отвали И все А то Что там Допустим Причины Которые Привели К Сахарному Диабету Допустим Плохо Работающий Кишечник Или вообще Не работающий Там еще Что-то Еще Что-то Это их Не интересует То есть Не зная Причин А принимая Просто-напросто Вот как бы Сказать Корректирующие Там Лекарства Организм Продолжает Разрушаться И проблемы Будут Еще Более Хуже Итак Пошли дальше Медицина Интересуюсь Давно Пошла Еще Отучилась На медсестру В девятнадцатом Году И разочаровалась В официальной Медицине Еще Больше Там Не только Лучше Возможность Для получения Информации О функциях Организма Ну Так Написано Я так и Прочитал На момент Диагноза Была сильная Паника Каждый день Ревела Не было Сил на жизнь На момент Диагноза Сильная Паника Появились Сильные Страхи Было Страшно И тревожно Далеко Уходить От дома Стало Не хотелось Никуда Возвращаться Ни к мужу Ни в свою Квартиру Я уж Не буду Там рассуждать Что-то Что-то Вот у человека Должно Что-то Не сложиться Более того Смотрите Вот если Это было Когда Непосредственно Диагноз Ставили Была сильная Паника От того Что поставили Диагноз Это одно А вот Если там Это было Какие-то Эмоциональные Передряги Знаете Вот типа Ну тут уже Знаете Для меня лично ясно Сильная паника Каждый день Ревела Вот эти две вещи Берем Если человек Начинает Переживать Сожалеть О чем-то там Таком Знаете Что в жизни Не получилось Тем более Видите Никуда не хочется Возвращаться Ни ни к мужу Значит там Какая-то Ну Засада Там Непорядок Не хочется Не в свою квартиру То есть Все это надоело Не то и все То есть Человек Сосредоточен На самом себе Отрицательные эмоции Как правило Располагаются Где Когда человек Много думает О себе Переживает Правильно Они располагаются В центре Нашего организма Где имеется Желудок Где имеется Поджелудочная железа Естественно Они на все это Разрушительно Действуют То есть Человек Нажил Себе Вот эту Вот Болячку Из-за того Что неправильно Относился Это мое мнение К К событиям Которые возникают Вокруг него То есть Вот он думал Так А тут Не получается Вот начинается Значит Вот эти эмоции Начинает Вот это вот Внутри Кипеть Внутри Недовольство Так далее Так далее Все это приводит К тому Что Собственная Отрицательная Энергетика От неправильного Мышления Которая порождает Вот эти разрушительные Эмоции Начинает разрушать Естественно Организм И все Так Рацион Рацион Привела К натуральному Через неделю После Услышанного Диагноза Рацион Ну хорошо Началась Чисток кишечника Три недели Как описано Последующие Перечистками Иногда Использовала В случае Когда приболею И пила Периодически С утра В течение дня Когда ночью Ну скорее всего Пила урину Кстати Уринотерапия Вот Когда я Писал Вот эти все Книжки Свои И так далее Приходило Много Очень таких Интересных Отзывов Вот Человек Попил уринки Там и Этот сахарный Диабет Ликвидировался Ну Несмотря на На какой он Стадии Находится На начале Это одно Если там Допустим Уже Чтобы Тоже правильно Понимали А Не думали Что Моча тут Панацея От всего Все Должно Вы знаете Своевременно И вовремя С февраля Начала делать Чистки печени Первый раз Вышла Росыпь Сырых Маленьких Камышков В следующих Чистках Пошли Зеленые Штук По пять Кругловатые Делала Двойные Чистки Последние Делала Десятого Одиннадцатые Лунные Сутки Еще одно Перед Полнолунием Десятые Одиннадцатые Лунные Сутки Получилась Чистка Видимо Вышла Камышек Пятнадцать После чистки печени Сахар После чистки печени Сахар Становился Идеальным Натощак 4,3-4,9 А так 4,9-5,4 В среднем За месяц Только два раза Натощак Было шесть Но там я поел Где-то После Девятнадцати Я вам Постоянно Говорю Печень Царица Старшая Именно Она Руководит Всеми Обменами Веществ И если Она работает Нормально Значит Все виды Обмена Нормальны Так Зрение Стало Гораздо Лучше Со школы Зрение Было Не очень Важно Моя Чки Не носила Никогда Видите Функция Зрение Зрение Связано С печенью Печень Чистое Здоровье Зрение Супер Дупер А тут Видно Ну я вот Не могу сказать Скорее всего Человек Думают Что это Все Улучшилось Отчисток Да Из-за того Что они Нормализовали Вот эти все Состояния Внутренних Сред Обмены Веществ Работу Внутренних Органов И организм Откликнулся Так Была Большая Тревога За все Вот Эта Вот Тревога Если у Человека Тревога Опять-таки Она Располагается В центре Тела Тревога Отрицательная Энергетика Которая Все там Спазмирует Это Важно Понимать Откуда Растут Ноги И вот Если у Человека Такая Психика Которая Чуть что Она сразу Знаете Впадает В тревогу Какое-то Самобичевание Самокопание И прочее Прочее Прога Прочее То Человек Сидит Как бы сказать На измене За все Значит Боится Вот это Вот как раз И есть Разрушительные Вещи Которые Предполагают К Развитию Разного Рода Забоеваний И типа Сахарного Диабета Так Стало Чистить Полевую Форму Жизни Почему Стало Чистить Полевую Форму Жизни Вот тут Просто Не написано Я-то знаю Потому что Человек Понял Что Надо избавиться От того Что Накопилось От Эмоционального Мусора От Пережитого Эмоционального Мусора И действительно Стало Гораздо Спокойнее Да Хотя Немного Ленюсь Полевую Полевую Форму Чищу Не Часто Это Уже Это Уже Как бы Сказать Человек Не до Конца Понимает Что Он Делает И Получил Первый Результат Это И Хорреш И Так Чаще Читаю Молитвы Ну Это Хорошо Держу Мысли Вообще Не Свышим Это Тоже Хорошо Но Более Важно Более Важно Это Контролирует Свое Мышление Эмоциональное Состояние Читаю Волевые Настрой Из ваших Книг Ну Видите Все Так Все Работает Все Помогает Ну Если Б Не Работала Не Помогала Как Б Как Б Сказать Вот Я Делал Так Как Я Неоднократно Говорил Что Я В свое Время Тоже Обращался К Медикам Вот И Это Толку Никакого Не Получил И Мне Пришлось Самому Все Это Как Б Сказать Для Себя И Мне Нужны Были Методы Которые Работают А не Просто Ага Вот Вам Допустим Грубо Говоря Свечи От Геморроя Или Таблетки От Для От Диабета И Вали Отсюда Все Ты Нас Не Интересует Вернуть Свое Здоровье И Не Просто Вернуть А Приумножить И Вот Как Раз Мы С Вами Читаем Это Письмо А Тут Оказывается Как бы сказать Не было бы Счастья Да Несчастье Помогло Человек Начал Над собой Работать Ага Он уже Знает Как себе Помочь Плюс Зрение Улучилось Так Остается Немного Неразрешенных Моментов Ну Моментов Там Еще Достаточно Но Тем Не Менее Основное Как бы сказать Человек Схотел Первый Раз В жизни Нарушился Цикл А Цикл Нарушается Из-за Того Что Человек Особенно У Женщины Это Как правило Эмоциональная Это Самая Неуравновешенность Вот Это В первую Очередь Разрушает Все Наши Циклические Процессы Особенно У женщин Это Как правило Эмоциональная Неуравновешенность И вместо Того Чтобы Просто Напросто Эмоции Привести Свои В порядок Привести В порядок Распорядок Дня Что делают Выписали Таблетки Один раз Решила Пропить Один месяц Прошли А потом Без таблеток Не начались Вот видите То есть Подсадите И все Подсаживаться На них Тоже Не захотела Да и Навредить Не могут Выписали Их Без дополнительных Анализов Вот это Знаете Люди Помешались На анализах Ну и что Анализы Анализы говорят Что у вас Неправильно Грубо говоря Работает Весь организм Плод до вашего Мышления Из-за того Что ваше Мировоззрение Оно у вас Неправильное Мировоззрение Это Отсюда Все это Начинается Анализы Просто Показали Все это А как Это все Вернуть А как Да мы знаем Это не работает То не работает Это стоит А как Это все Сделать А вот тебе Таблеточку От этого Таблеточку От этого И так далее Прочитала у вас Про хлопогон Нигде не смогла Купить эту траву Из травы сейчас Вообще Пропиваю Полыня Дуванчик Талу И козлятник Но это Больше От этого Самого От паразитов Грубо говоря Там Ага И что я хочу Сказать Вот опять таки Знаете Здесь важно Чтоб вы научились Своим образом Жизни Не регулировать Работу Своего организма А не надеяться Там На таблетки Сейчас Кстати На таблетки Все там надеются У тебя возраст Там Под 70 лет Надо на таблеточках Сидеть Сердце там Поддержит А это Еще что-то Поддержит А это Щитовидку Поддержит И так далее То есть Такой Как бы сказать Глупость И люди говорят Либо Либо же Я понимаю Травки Мы пьем Для того Чтобы укреплять То есть Там Допустим Паразитов Помогать Но если Вы с помощью Трав Думаете Что-то Корректировать Это уже Тоже Это является Большой ошибкой Вы должны Это все Скорректировать Образом Образом Жизни Просто Трав Вам Что-то Помогут Дополнить И так далее Не без того Но дальше Дальше Образ жизни Так Весь Пытаюсь Набрать Сюда Был 49 50 Рост 160 Это Вообще То Ну Ладно Пускай Это Весь Пытаюсь Набрать Смотрите Как только У женщины Снижается Масса Тела В организме Возникает Сухость И холод Которые Которые Предрасполагают К чему Они Предрасполагают В первую очередь К Пропаданию Менструального Цикла К эмоциональной Неуравновешенности К проблемам С пищеварением И естественно Дальше Уже Там С поджелудочной Железой Далее После услышанного Диагноза Упал до 43 44 Видите Человек сразу Заволновался Волнение Дополнительно Значит Усиливает Жизненный Принцип Ветра Это Сухость И холод В организме Сухость И холод И Не поджелудочную Железа Не может Нормально Работать Ни пищеварение Особо нормально Не может Работать Ни гормональная Система Не может Нормально Работать И так далее Сна особо Там нету Мысли Вот такие Хаотические Сейчас 45 46 Кушайте Сало Хлебушек Ну Как 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 Знаете Этот Самый Так Очень Хочется Попробовать Поголодать А вот здесь И не надо Голодать Переживаю Больше Из-за веса Раз вы Переживаете Значит Научитесь Сначала Не переживать К любой Ситуации Относиться Разумно Так За кетоны Не очень Переживаю Когда Сахара Когда Сахара Скакали Кетоны Тоже Бывают На тест Полоски На последних Уровнях И ничего Плохого Не произошло Только вес Терялся То есть Вот она Потеря веса Ну Я уже много Говорил По поводу Тодового Вот есть В моей библиотеке Книга Индивидуальная Конституция Там И четыре группы Крови Вы можете Почитать Понять Да и в целительных Силах Я рассказываю Об этом Понять Как Конституция Конституционные Особенности Вашего организма Влияют На вашу Психику Там Здоровье И прочее Прочее Этот вопрос Тоже изучил Я знаю Что с ними Нужно делать И как они Работают Ну Изучил А Надо же Работать Не то Что Как Они Работают А вам Надо С ними Работать Сейчас Подбираю Свою систему Оздоровления Медицине Не доверяю Беру Только Из тех От них Информацию Для Самоанализа Состояния Ну Это ваше Дело Берите А ваши Наработки Дают Большие Результаты Ну Там же Неоднократно Я описывал И про сахарный Ребет Там Куча Разных Заболеваний Как только Мы Начинаем Работать Своим Организмом Так Как положено Так Как надо Он Начинает Сам себя Восстанавливать И все Поэтому И даются Такие результаты И все Эти Заболевания Как шелуха От него Отскакивают Сами Собой Ориентируешься На советы По своей Конституции Правильно Ориентируйтесь И действуй Очень много Хожу А вот Двигаюсь А вот Ходить И двигаться Надо Поменьше В данном Случае Надо Поменьше Несмотря на то Что вроде Как Грубо говоря При диабете Надо Давать Нагрузку На организм Но в данном Случае Когда Пониженная Масса Тела Это все Приводит к тому Что перевозмождается Ветер То есть Сухость И холод А сейчас Еще пробежки Постоянно Делают По нескольких Часов В течении Дня А вот Это Это уже Ошибка Это уже Ошибка Надо Сократить Раза В два Как Минимум А лучше всего В три Просто Напроста Ходить Это уже Будет Достаточно А вот Это все Как человек Услышал Ага Бегаю Хожу И так далее И так далее То есть Это Я считаю Не в этом Случае Вот это Слишком Больша Физическая Нагрузка Потому Потому Она И приводит К таким Вещам Так Сейчас Не работаю Еще год Учиться Есть время На здравление Каждый день Смотрю ваши Рулики На Витубе Слушаю Аудиокниги Молодец Очень с утра Поднимает Настроение Да вы смотрите Вот это Мое Эмоциональный Гимнастик Ты Еще Моюсь Так Вопросы Можно ли мне голодать Нет Как восстановить цикл Успокоиться Меньше движения Очень хорошо Применять Водные процедуры Прогревающие Организм Теплые ванны Прогрели Потом Втереть В кожу Оливковое масло И все Знаете Наладится Сон И цикл И так далее Что еще Можно порекомендовать В моем случае Рекомендации Были даны По ходу Чтения Этого Письма Продолжение следует...